«Читаем вместе». Под таким девизом любители чтения всех возрастов собрались на площадке Центральной библиотеки, где развернулись всевозможные творческие локации. В «Библионочь» двери храма чтения не закрываются допоздна, а юные артисты современной школы мюзиклоритмы заряжают позитивом. Мне нравится такая я в куче рима. Участь, сияет, счастье, облица, все мигает и кружится в узорсках, как нам пришла сама. Дети попробовали свои силы в художественных мастерских, прошли древнегреческие уроки математики и чисто писания и с увлечением окунулись в интеллектуальный спорт – шахматы и игру «го». Я думаю, это хорошая, в частности, в наш случае, хорошая провализация интеллектуального вида спорта, то есть приобщение молодежи к такому хорошему виду спорта, как «го». Любителей живописи ждала выставка картины с коллекцией Константина Сомова и увлекательная лекция о выдающихся художниках. Самым внимательным слушателем стала Зинаида Баженко – завсегдатая библиотеки. Мне 95 лет. И на содранной коже для нас доверяется. Да, мне нравятся разные вещи. Сделал свой автопортрет, свое лицо. С удовольствием я слушаю. Читальные залы Центральной библиотеки стали площадками для занимательных мастер-классов и интерактивных программ, а второй этаж превратился в подмостки. Театральные студии «Индиго», «Пигмалион» и «Высота» представили свои миниатюры и спектакли. Творческий вечер продолжил Михаил Янкелевич, писатель Сергей Левин и вечерники на зал «Большая перемена». Кроме того, 27 мая отмечается и Общероссийский день библиотек. В Анапе их 30, и библиотекари всегда занимали важное место в общественной интеллектуальной жизни города. «Библионочь-2023» удалась на славу. Около 14 тысяч анапчан и гостей курорта приобщились к особой атмосфере знаний и мудрости.